Музыка Здравствуйте, друзья! Сегодня я хотел бы вам показать морской ночной пейзаж На мой взгляд, вещь настолько простая, что и новичку здесь есть, где развернуться Я нашел фотографию в интернете, напечатал, так удобнее обычно работать И сейчас я вам покажу, как легко расправляться с морем Я думаю, что многие из вас сталкивались с таким состоянием природы И у каждого впечатления какие-то есть Там могли бы быть и горы, и все что угодно, и кораблик Ну, посмотрим, как это написать Вы видели, что работа довольно смуглая Это такие Ну, лунная ночь То есть, она при том, что черна Но луна сделала ее не вполне черной Мы берем много голубого Голубая ФЦ Берем немного розового И избавляемся от белого холста Замес слегка слякостный Жидкая сметана Создаем цвет ночи В данном случае ночь как бы синяя Жидкая сметана Итак, синий. Ой, не синий, а голубая ФС, немного розовая, и у нас такой синеватый от голубой ФС с розовой, будет синеватый цвет, близкий к ультрамарину, но не ультрамарину. Можно было взять ультрамарин, разбереть его тоже было бы уместно. Чуть смугловато... А, очень важный момент. Вы видите, что я взял формат по горизонтали. Самые вкусные места здесь, это море и свет луны, лунные блики. Поэтому, чтобы самое вкусное, хоть какое-то место на картине заняло, я его взял в горизонталь, чтобы эти струны волн вкусно пописать. Вот. И чтобы этой пустоты не было слишком много. Ну, видите, кистью можно орудовать и вот по такой траектории, как бы против шерсти и по шерсти. Так, наверное, еще коричневого добавим. Коричневый даст всему этому теплоту. Я думаю, сейчас на палитре хорошо видно тепленькость, появившаяся теплость. Эту теплость немножко нагоним. Луна дает этот теплый свет и мы немножечко его подгоним в картину. Легенькую теплоту. То есть, как бы подгрязним голубоватый цвет, синеватый голубоватый цвет, подгрязним коричневизной и розовиной. И розовиной. Теперь возьмем тряпку, сделаем из нее рабочий инструмент. То есть, это будет выглядеть рабочий инструмент вот такой подушечкой. И распределим красочку, которая уложена на холст, распределим до вот такого мягкого. Я думаю, когда вы сами приступите к этой задаче, вы почувствуете, как хорошо укладывается краска под воздействием тряпки. То есть, тряпка частично забирает в себя лишнее вещество, но это не значит, что мы должны совсем стереть краску с холста. Нет, мы только распределяем ее, и мера вещества, оставленного на холсте, довольно понятна и различима. То есть, такая мера, когда краска лежит просто идеально. Не стерта с холста, но распределена идеально. Ну вот, нечто такое. Внизу мы видим темный бережочек. Плюс больше коричневого. Снова синечка, снова розовиночка. И вот такой смуглый цвет из троих, сложный и смуглый цвет, заложим кистью по направлению, вы видите, по направлению лежания плоскости, береговой плоскости. Лежание. Вот такое лежание. Немного подбелим нашу тряпку. И подсветлим центр, где у нас будет луна. Здесь луна чуть-чуть смещена влево. Нас это очень устраивает. Совсем в центре было бы. Брат. Пекда 하는 масла . Брат.